всем привет народ ну что занесло меня сейчас на ферму на маленькую ферму мы делали этому заказчику планировку когда-то когда он только начинал строить а сейчас он уже живет здесь и завел небольшое хозяйство козочек курочек вот и сегодня он нас вызвал помочь ему распланировать земельку так что сейчас быстренько сделаем посмотрим вот видите какие козочки красавица красавица вот человек держит такое поместье небольшое молочко получает хорошая nice 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 be nice they can not buy no they don't bite no see look he don't bite look you want to play you want to play like this yeah see he want to play look I like this color the white like white and little brown he's a boy he's a boy and the girls oh oh wow one boy five girls see she pregnant see Solomon yeah huh like like Solomon yeah like Solomon Solomon or King David King David and all his girlfriends this one's nice too like they're kinda girl like he's a boy and they are a boy and the people the house that they have to let him sing like you want to play mm-hmm like you want to play yeah cool chicken wow ребятушки ну такое поместье просто супер курочки курочки яички свои козочки молочко мяско все свое красота я конечно не фермер но мне это нравится он снеслось яичко новенькая mes м м Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот Мы находимся сейчас в деревушке Такой В части езды от Джексонвилла Вот Так что вот так вот Вот так получилось Вот заказчик угостил Домашними яичками Только Под курицы Какие здоровые Вот Уже темно На улице Надо Торопиться домой Так ребятки Настал новый день Я вчера уже не стал писать ничего Потому что плохо было видно Ночью Не ночью часов Пол девятого Наверно вернулся домой С заказа Потому что надо было еще Завести технику на другой объект На бассейн Вот Что интересно Что вот этот парень У которого мы были Который держит все это хозяйство У него есть брат Который Купил франшизу И открыл ресторан Один из знаменитых тут ресторанов Типа Макдональдса Или Бургер Кинга По моему он называется Данкин Донатс Что то такое Вот И он как бы Купил право Под этим именем Открыть ресторан Быстрого питания Вот И Работает А вот этот парень У которого мы были Он работает У него Как типа Продавцом Там на кассе В ночные смены Вот Но что интересно Что Не тот Не тот Не питаются С С этого ресторана С того что они производят У обоих Хозяйство У обоих Козы Куры Для того чтобы более менее Правильно питаться Вот Вот Потому что Я же говорю Фастфуды Это сейчас Бич просто Бич Америки Люди просто Завтракают Обедают И ужинают В этих ресторанах И результаты Страшные Потому что Может несколько Миль Дальше У людей уже есть Свои хозяйства Коровы Козы Разная Утварь То есть Здесь это тоже Тоже в почете Люди тоже Любят это Занимаются Ну а более Деловые Тех Нет Времени Готовить Все Весь Расчет Идет на Время Так что Вот так Давайте Теперь Я отвечу На несколько Вопросов Там В комментариях Потому что Я чисто физически Не успеваю Каждому ответить На комментарии Один из самых Часто задаваемых Комментариев Это Почему Вы выбрали Гусеничный Бабкет А не колесный Я Кому то писал Где то уже Наверное говорил Я в Украине 5 лет Занимался этим делом И у меня был Колесный погрузчик Тойота СДК Вот Мне колесные Очень нравятся Они более Более Юркие Более быстрее Разворачиваются И все такое Но Поскольку У нас здесь Почва такая Знаете Более Песчаная И очень много болот Очень много Такой Знаете Как затоплена Уже Хрязь такая Колесник Просто не справится С этим Просто Утонет И все Потому что даже Даже гусеница Иногда проваливается И приходится Экскаватором Вытаскивать Вот И это составляет 80% Наших работ Вот На трассу Куда я выезжаю Это Ну Это очень редко И да Я понимаю Что здесь лучше Колесником работать Но Держать два трактора Тоже как Нет смысла Из-за вот таких вот Объектиков Брать колесный Поэтому Мы пользуем Гусеницу И В принципе В нашем штате Практически все Пользуют Гусеницей Разве что Какие-то дорожники Которые вот Постоянно работают На дороге Они пользуют Колесник Это Что по поводу Бобки Это По поводу Перехлёста Арматуры Тоже частый вопрос Друзья Весь парадокс Той ситуации Которую я вам рассказал Был в том Что Ну я уже поставил Здесь около Тридцати бассейнов Вот за два года И Я делал все Так как С первого раза Мне дали инструкции Я все Их так выполнял То есть Зазор должен был быть Не меньше двадцати сантиметров Парадокс ситуации в том Что За все это время Пока я работаю Ни один инспектор Не сделал предъявления В том Что Маленький запуск Арматуры Потому что Фундамент Льется С большим запасом Строение Которое На нем будет стоять Это всего лишь Алюминиевые Маленькие Такие трубки Обтянутые сеткой Там веса вообще нету Поэтому Я же говорю Каждый раз Это все Было нормально Женщина вышла Как инспектор На работу Первый раз Она каждый раз По каждому вопросу Ходила в машину И 15 минут Сидела Разговаривала С ребятами Кто знают вообще Какие правила Может быть Она что-то не расслышала Может быть Что-то Не допоняла Но она мне Выставила правила Запустить на метр двадцать Арматуру Это Это просто Скажем прямо Бред Ни разу Такого не было И Если бы я знал Что такие Что она это попросит Конечно бы я сделал бы это сразу Это даже не оговаривается Все инспекции Проходятся с первого раза Это первый раз Когда вот пришла женщина И я прошел инспекцию Со второго раза Поэтому Не стоит Вокруг этой темы Развозить какие-то Споры и дискуссии Все было нормально Я же говорю Женщина Первый раз вышла Ну окей Вышла И Переделали все На следующий день Приехал мужик Все принял И все Без проблем И посмотрел даже На перехлест на метр двадцать И улыбнулся Вот Так что Кто поддерживает Полезное Правильное Домашнее питание Подписываемся На канал Кто поддерживает Фастфуды Подписываемся Тоже Вместе Будет веселей Пока Вот такой есть магазинчик Специально для курочек Для всего Тут можно Приобрести Чеплята Вот такие будут мои Так Ну что Я Побыл у этого фермера И загорелся Тоже Купить курочек Попробуем Попробуем Что ты хочешь Я хочу Мы Попробуем 7 Или 8 И Они Попробуем Попробуем Ты хочешь еще один из этих? Или какие-то слабенькие? Или тебе нравится какой-то из этих? Какой? Конечно! Давайте сделаем этот Хорошо, какой ты хочешь? Какой тебе нравится? Хорошо Соб, ты смотри такой, чтобы он был быстренький, живенький, здоровенький Еще один Вот этот Да, она быстренькая Семь? Семь Давайте сделаем еще один Хорошо Этот Этот? Да Хорошо Так, вот это пилочки Еда за девять Это класс Это наше первое животное Так, ну что, вот мы купили здесь у нас Восемь цыпленочков Купили две банки Одна для еды, одна для воды Еда И опилки для подстилочки И все это дело нам вышло в 50 баксов Так, ну вот так вот мы временно их пока поселили в такой коробочке Вот у нас кормушечка Поемочка Лампочка Греет Здесь есть такое одеяльце Чтоб тепло было Вот, посмотрим, если терпения не хватит вырастить их То я думаю молодые цыплята тоже вкусно Весел Типа Весел Продолжение следует...